Добрый день, коллеги! Меня зовут Илья, я влезпродукт-менеджером CMS в компании Tracer. Начну, наверное, с главного. Что же такое CMS, вообще приватное облако, для чего оно нужно? В нашей компании есть два уровня развития системы видеонаблюдения, это VMS и CMS. VMS в данном случае используется для просмотра видеопотока, работы с аналитикой и для других целей, для которых вообще покупать систему видеонаблюдения, то есть для работы с данными. В свою очередь CMS это скорее решение административное и управленческое, для управления крупной системой видеонаблюдения. Что значит крупная, я расскажу чуть-чуть попозже. Поэтому можно сделать логичный вывод, что большая часть функционала CMS скрыта, что называется, под капотом. Ну и переходя к этому самому функционалу. У нас есть семь главных фич, которые делают продукты уникальными. Первое. Это возможность стать полностью приватное облако, в том числе, если у клиента есть такая потребность, без выхода в интернет. Это обеспечивает максимальную безопасность данных от какого-либо стороннего вмешательства извне. Второе. Возможность создать стабильную единую сеть вплоть до 30 тысяч серверов. Чуть позже я расскажу, для чего это необходимо. Третье. Единое управление пользователями, а также возможность интеграции с серверами LDAP. Наши пользователи говорят, что данная функциональность полностью закрывает внутренний вопрос распределения приватности, то есть защищает от какого-либо внутреннего злоупотребления. Четвертое. Централизованное управление, точнее обновление и управление серверами, централизованная накатка скриптов и бэкапы. Пятое. Решение проблемы узких интернет-каналов или экономичный режим. Бывают ситуации, когда объект видеонаблюдения имеет слабое интернет-соединение, например, он географически удален, и несколько пользователей не могут работать с камерой или регистраторами, находящимися на нем. Вот у нас есть решение такой проблемы, и чуть позже я про него расскажу. Шестое. Мониторинг системы, мониторинг состояния здоровья устройства, уведомления и отчеты. Седьмое. Это веб-интерфейс и мобильная версия. Однако здесь обращу внимание, как я говорил раньше, что основной сценарий работы непосредственно с видеопотоком и вообще с видеодамой, потому что с аналитикой через клиент ВМС. Чуть ниже представлен пример, кому вообще, точнее маркеры, кому вообще следует прилагать CMS. Здесь представлены три наиболее критических показателя, и, как правило, всегда хотя бы один из них присутствует. Однако дополнительно обращу внимание, что CMS это все-таки прежде всего enterprise продукт, поэтому, конечно же, в индивидуальных запросах бывают и исключения. Итого. Первое. У клиента более 15 регистраторов или серверов, или более 500 каналов, или камер. Дело в том, что при превышении данного лимита дерево объектов ВМС начинает лагать, приедет вплоть до полного падения. Здесь как раз и необходима CMS. Чем больше у клиента устройств в его системе, тем больше ему необходимо наше решение. Например, если у клиента примерно более 40 регистраторов, ВМС-клиент вовсе невозможно использовать, и поэтому систему видеонаблюдения либо необходимо дробить, что не подходит большинству клиентов, либо использовать наше решение. Ну и, соответственно, наоборот, если у клиента вдруг всего 5 или 10 регистраторов, то решение CMS ему не нужно, большая часть его потребности закрывается через клиент ВМС. Второе. Клиенту требуются особые меры безопасности данных. Это по большей части объединение первых трех функциональностей, про которые я рассказывал. Благодаря приватному облаку мы можем максимально защитить от какого-либо внешнего вмешательства. Благодаря возможности объединить всю большую и даже огромную систему видеонаблюдения в единую сеть, мы можем централизованно управлять всей этой системой из единого узла. И третье. Благодаря нашей системе ролей мы можем защитить систему видеонаблюдения от какого-либо внутреннего злоупотребления. Ну и третий показатель. Это если клиенту необходим полный контроль над системой видеонаблюдения. Благодаря нашему решению можно в том числе физически разместить все оборудование у клиента внутри его контура, и поэтому он не будет зависеть от каких-либо внешних поставщиков. Ну, например, у интернет-провайдера банально отвалился интернет, и клиент потерял доступ к серверам. Соответственно, если что-то такое произойдет, клиент самостоятельно может это решить и восстановить работоспособность своей системы. То же вообще такое, это приватное облако, о котором я сейчас так много говорил. Первое. Есть камера, и она подключена в локальный сервер видеонаблюдения. Я предположу, что здесь ничего нового не сказал. Но если таких серверов будет 100 тысяч или 10 тысяч, необходим будет центральный узел, который обеспечит синхронизацию всей этой системы видеонаблюдения, его работоспособность и вообще возможность управлять, контролировать, что ничего не упало и не отпало. В роли такого узла как раз и выступает ПО CMS, которое устанавливается на сервер CMS. Дальше уже все идет несколько попроще. Есть пользователь, и он через какой-либо интерфейс, ну, например, веб-интерфейс CMS или мобильное приложение, или WMS-клиент обращается к системе видеонаблюдения и, соответственно, делает какие-то свои пользовательские действия, которые ему в данный момент необходимы. Обращу внимание, что есть камеры, которые подключены в сервер напрямую, то есть нет локального регистратора, это, конечно же, не ошибка. CMS позволяет подключать камеры в себя напрямую без локального регистратора. Это подходит для небольших объектов, где 1, 3, может быть, 5 камер и нецелесообразно закупать всю инфраструктуру видеонаблюдения или, возможно, где там даже физически нет возможности разместить, что там, например, какой-нибудь почтомат. Это, к слову, своего рода такое гибридное облако, хоть это и не тема нашего сегодняшнего вебинара, однако, если вдруг само явление гибридного облака вам интересно, можете дать нам знать через чат или, может, через нашу менеджер по продажам, мы с вами встретимся и все это в том числе персоналя вам расскажем. Также на этой схеме можно очень просто понять лицензирование. Через локальный сервер лицензирование происходит по двум лицензиям, это Trasir AnyIP Pro и Trasir Enterprise IP, а камеры, подключаемые напрямую в CMS, лицензируются по лицензии Trasir CMS Channel. То есть всего три лицензии, это весьма просто и понятно. И, скажу честно, мы, к сожалению, не знаем, что думают о нашем интерфейсе Илон Маск, а вот наши клиенты говорят, что интерфейс нативно понятен и работать в нем можно без дополнительного обучения или какого-либо образования. У нас есть два основных сценария и один дополнительный сценарий работы с нашими интерфейсами. Первый основной сценарий, я думаю, это не будет особым открытием, что в системе, точнее в CMS, администратор системы видеонаблюдения настраивает и управляет этой самой системой видеонаблюдения. Это мне удивительно, потому что, собственно, для этого и создан этот продукт. Второе, как назвал один из наших клиентов, это премиум система видеонаблюдения и сервис для премиум просмотра потоков. Вот так, так сказать, у наших клиентов. Мысль заключалась в том, что это очень удобно для топ-менеджмента компаний получить доступ чуть ли не из любой точки мира, конечно, если сервер вообще смотрит в интернет, для просмотра объектов видеонаблюдения, что вообще происходит в офисе, настройке или где-либо еще в браузере, ну и, соответственно, в мобильном приложении. И третий, это не основной сценарий, но пользователи по факту, некоторые пользователи так делают, это когда оператор системы видеонаблюдения работает с видеопотоком непосредственно на стене, как здесь указано на референсе. Однако здесь я дополнительно подсвечу, что хоть некоторые так и делают, все-таки основной вариант у нас через WMS клиент. На этом слайде у нас представлен пример системы ролей. Здесь можно создавать роли, группы, какие-либо права добавлять, а какие-то права, наоборот, забирать. Я здесь сейчас не буду перечислять все возможности. Во-первых, предположу, что интуитивно понятно, исходя из названия, во-вторых, предположу, что это некомфортно будет воспринимать на слух. Но могу привести пример, что детализация системы ролей может быть распространена вплоть до возможности одному конкретному пользователю запретить или, наоборот, разрешить просмотр какого-либо конкретного потока. То есть из 100 пользователей можно выбрать одного, которому мы запрещаем или разрешаем просмотр камеры одной из тысячи, из десяти тысяч. И, соответственно, по каждой функции у нас есть такая возможность. Но работать можно не только запрещением и каким-либо разрешением, но еще и с расписанием. Это сделано для того, что некоторые пользователи могут, точнее операторы, работать в дневное время, ну а, соответственно, казалось бы, зачем им в ночное время права, да, какие-либо доступы в учетные записи, их нет на рабочем месте. И таким образом может защититься от какого-либо злого употребления внутри компании, да, с учетной записи пользователя, которого вообще даже нет на рабочем месте. Ну и, соответственно, наоборот, если пользователь работает в ночное время, то в дневное время ему точно так же нет необходимости предоставить какой-либо доступ. И это все гибко настраивается. Что касается мониторинга системы и отчета. Вот так выглядит пример таблицы состояния здоровья устройств. Здесь есть ряд индикаторов. Этот список не исчерпывающий, и он значительно шире, просто здесь не все индикаторы, для того, чтобы это было хотя бы читаемо. Также есть возможность состройки кастомных комментариев, если оператору или администратору по какой-то причине это необходимо. Буквально пару слов про индикаторы. Есть соединение, я думаю, в принципе, интуитивно понятно, что это соединение, собственно, с устройством, в данном случае с сериумом. Оно бывает окей, все в порядке, работает зелененький, индикатор нам это подсказывает. Либо, наоборот, красный, ошибка. Соответственно, очевидно, что если ошибка, надо что-то с этим делать. То есть мы сообщаем таким образом о проблеме. Например, есть каналы, показывают количество доступных каналов от общего числа подключенных каналов. Вот на данном референсе можно сделать вывод, что 3 из 7 каналов по какой-то причине не работают. Соответственно, нужно предпринять какие-либо меры и оценить риски. То есть система об этом сообщит. Ну и для примера есть также индикатор координаты. Если в настройке оборудования внести эти самые координаты, то его можно будет видеть на карте мира. Ну и, соответственно, осуществлять какую-либо навигацию или работу по географическому принципу. Как, например, отправлять ремонтные бригады, составлять им маршрут, потому что оборудование в том числе неисправное будет видно на карте. Это весьма удобно. Все это уже для того, чтобы понять состояние системы видеонаблюдения здесь и сейчас. Или если мы предполагаем, что есть какая-то проблема и нам нужно диагностировать хотя бы верхний уровень, то есть понять, в чем проблема. Соединение севера может быть с конкретным каналом, а может у нас диск отпал, или же проблем со скриптами. Также, конечно, нет необходимости, если у вас сто или там тысяча, допустим, десять тысяч регистраторов, пролистрируется все это на одной странице. Есть возможность все эти объекты группировать по дереву папок. Это происходит как на любом компьютере, наверняка все знают, есть папки, в них есть какие-то файлы, их можно также перекладывать. Тоже очень полезно для навигации. Но можно работать не только реактивно, то есть реагировать на проблему, но еще и проактивно. На данном скрине пользователь настраивает события, при которых он получит уведомление о, собственно, этом самом произошедшем событии. Ну, например, в нем все тоже соединение, чтобы далеко не ходить. Соединение было, все в порядке, но серый был подключен к системе, проблем не было. По какой-то причине возникла ошибка, и серый от системы отключился. Пользователь сразу же придет уведомление на почту, и он узнает, по проблеме, примет либо какие-то действия, либо оценить риски. В общем, в любом случае, мы ему об этом, ну, мы, я тоже на продукт, мы ему об этом сообщаем. И этот слайд побогаче на скрины, на референсы. Здесь представлен пример формы создания отчета. С отчетами можно работать как в онлайне, то есть выбрать некие настройки, про которые сейчас, чуть-чуть попозже расскажу детальнее, выгрузить данные, посмотреть их, ну, и, соответственно, закрыть. Точно так же можно и настраивать автоматическую отправку отчета. в 9 часов утра я хочу видеть вот этот отчет у себя на почте, предположим, или просто его сохранять для истории. У нас в настоящий момент есть порядка 8, ну, тоже порядка, 8 типов отчетов, не считая большого количества подтипов. Особое внимание здесь хочу обратить на наличие у нас так называемых постотчетов, то есть интеграция, это подходит, не то, что подходит, это по большей части созданно для retail, интеграция системы видеонаблюдения, кассового оборудования для того, чтобы избегать каких-либо неправомерных и даже мошенничьих действиях собственно на кассах, да, на месте оплаты. Они, к сожалению, у нас, к счастью, все проектные, поэтому я вам их показать не смогу, однако у нас есть такое решение и опыт, поэтому к нам можно обращаться. Но что я вам смогу показать, так это наш отчет об инцидентах. Как явно говорит его название, отчет нам будет рассказывать что-то про случившиеся инциденты. Буквально пару слов, давайте разберем пример. У нас есть хайдер таблицы, здесь можно посмотреть дату, время инцидента, например, можем увидеть даже время реакции оператора, сколько он реагировал, 10 секунд, 10 минут или 10 часов, да, то есть, есть ли проблема времени реакции, потому что это может быть очень важно по каким-либо причинам. Также можно посмотреть, допустим, тип инцидента, оператор, ну и статус, и так, соответственно, по всем инцидентам, за период. К слову, отчеты можно точно так же скачивать и печатать, а настройка весьма гибкая. Есть время, то есть интервал, за который мы хотим получить данные, есть возможность выбрать устройство, можно выбрать как все устройства, так и какое-то одно, может быть, группа устройств, несколько групп устройств, как угодно, пользуйте все, чтобы его в системе видеонаблюдения подключено, он может здесь комбинировать, как его душа пожелает. Выбор оператора, я думаю, понятно, что это значит, ну и, конечно же, по типу инцидента и по статусу. Возможно, заметили, может быть, не очень, но данный дизайн у нас отличается от предыдущих скринов. Дело в том, что в настоящий момент мы принципиально перерабатываем дизайн нашего личного кабинета для того, чтобы он, во-первых, стал более приятен пользователю сугубо по таким эстетическим ощущениям, ну и также, конечно же, мы почистили большое количество багов, которые были, для того, чтобы не только было приятно работать графически, но еще и приятно работать с точки зрения в практике. Функция централизованного обновления серверов, управления, бэкапы и накатка скриптов. Как вообще происходит, допустим, обновление серверов, если нет CMS, но, скажем так, по умолчанию? Нужно работать с каждым сервером индивидуально, и если таких серверов 20 или 30, то на каждый сервер установить обновление или скрипт не окажется большой проблемой. Как минимум, это кажется выполненным задачей. А если таких серверов 100 или 1000, то здесь, конечно, не то чтобы хотелось бы, а, наверное, даже будет точнее сказать необходимо, иметь возможность централизованного обновления. Как раз таки CMS эту задачу и закрывает. Думаю, что про бэкапы говорить излишне. Есть локальный сервер, можно его настройки, скажем так, дополнительно, резервно сохранить. Если по какой-то причине сервер выйдет из строя, то обратно их вернуть и быстро восстановить сервер, работу сервера. Думаю, работать не только как, не только, скажем так, с целью администрирования, но еще есть некоторые функции работы с потоками. Про возможность подключать камеру напрямую в CMS я уже рассказывал в верхнем уровне, сейчас к этому тоже дополнительно вернусь, проговорим. Но сначала расскажу про возможность дублировать архив в эту самую CMS. Что это такое? У нас есть камера, и она пишет свой архив в поток в локальный регистратор. По какой-то причине администратор или оператор может считать, что этот поток является критически важным, его нужно дополнительно защитить от каких-либо проблем, сбоев и других событий. Абсолютно бесплатно этот поток может дублировать в CMS сервер, то есть таким образом его задублировав и обеспечив дополнительную безопасность. Единственное ограничение здесь это пропускная способность вообще и архив, точнее мощность и архив самого CMS сервера, потому что его архив явно не безграничен и условно там 10 тысяч потоков в него по понятным причинам будет сложным продублировать. И таким образом, если с локальным сервером что-то случится, он допустим сгорит или там какие-либо другие несколько неправомерные действия, то данные останутся на CMS сервере и к ним сохранится доступ, с ним может будет работать. Еще буквально тест на пару слов про возможность подключения камеры напрямую. Подходит для небольших объектов 1-5 камер, либо для объектов видеонаблюдения, где нет, точнее, где неоптимально физически установить регистратор, например, почтомат, лицензируется отдельно в Терасир CMS Channel и чем-то напоминает гибридное облако. Здесь я еще раз напомню, что если есть интерес к гибридному облаку, то можно дать знать и мы вам все расскажем. Не сейчас, но чуть попозже. Но расскажем. Также, как говорил, ранее бывают ситуации, когда объект видеонаблюдения имеет слабое интернет-соединение и несколько пользователей не могут с ним работать одновременно. У нас есть решение и вот оно очень схематично просто отображено. Камера представляет объект со слабым интернет-соединением. Этот объект отправляет один поток, который он может подержать в сервер CMS, а CMS-сервер уже этот поток мультиплицирует, потому что он имеет, точнее, а потому что он находится нет, даже не так. То, что он имеет более широкое интернет-соединение. Так звучит логично. И, соответственно, распределяет его между многими пользователями. Ну и, соответственно, если все работает, все отлично, то вот можно грустить, как некоторые наши примеры на слайде. Наш CMS-сер представлен в двух моделях. Это старшая модель и младшая. Старшая это CMS-Station M4. Она выдерживает вплоть до 2000 подключений. И младшая модель это CMS-Station Lite N5. Она выдерживает до 100 подключений. Естественно, они отличаются не только по мощности, но, конечно, еще и по цене. Также у наших пользователей есть возможность подключить свой самосборный сервер в качестве CMS-сервера. Единственный момент, что эта услуга платная и процесс здесь несколько иной. Наши коллеги из пресела запрашивают техническую информацию по требованию клиента и дают ему рекомендацию. Пользователь, соответственно, точнее клиент этот сервер предоставляет и наша техподдержка разворачивает там ПО CMS. Единственный момент, что еще раз повторюсь, это услуга платная. Короткое summary по поводу лицензирования. У нас лицензирование происходит тремя способами. Через сервер, через локальный сервер это Trossir NAP PRO и Trossir Enterprise IP и третья лицензия это подключение напрямую CMS, Trossir CMS, чем называется лицензия. Все лицензирование у нас поканальное и бессрочное. А техническая поддержка уже включена в цену этих лицензий. Одна из последних функциональностей, которая не была представлена на втором слайде, однако одни тоже очень важно сказать. я вам про нее расскажу. Это Trossir license manager или так называемое гибкое лицензирование. Подходит для клиентов, а наверное будет даже точнее сказать необходимо клиентам, у кого есть потребность по каким-либо причинам перераспределять лицензии с одного сервера на другие сервера. Как вообще происходит этот процесс, если лайнсиста менеджера нет? Есть ключ гуардант, ну или конечно есть другие ключи, но здесь по умолчанию берем гуардант, наиболее распространенный способ. клиент обращается в техподдержку к Trossir, физически отправляет ключ в Trossir, мы обновляем лицензию и физически отправляем ключ клиенту обратно. Это даже звучит несколько долго и сложно, а как происходит при использовании license manager? Нужно всего лишь открыть интерфейс, выбрать изменения и подтвердить. Это все весьма просто. Дополнительно подскажу, что рекомендуется клиентам, у кого более 500 каналов, ну и конечно вообще есть потребность в гибком лицензировании. И здесь буквально коротко, тезисно, пару предложений про то, что мы сейчас поговорим. CMS это прежде всего решение для крупных клиентов, у кого более 500 регистраторов или серверов или больше 500 каналов. CMS это уникальное решение для обеспечения безопасности данных. Я еще раз напомню, это приватное облако и система ролей, которая защищает от внешнего и внутреннего вмешательства, плюс возможность в крупную сеть вплоть до 300 тысяч серверов. Ну и третье, CMS это решение прежде всего для администрирования и управления крупными системами видеонаблюдения. А для просмотра видеопотока конечно же нужен VMS клиент. Здесь дополнительно посвечу, что VMS клиент и вообще услуги VMS они в CMS сами включены. Здесь не подразумевает никакой апсейл, ни в коем случае не подумайте такого. И конечно же очень важный момент, про который хотелось бы рассказать сейчас. Я уделываю внимание только функционалу, который является уникальным для CMS и делает его вообще уникальным продуктом. У нас есть много других предложений, если вы обратитесь в наш отдел продаж, здесь указаны контакты, а также QR-код, то наши менеджеры конечно подберут для вас услуги и предложения, которые подходят именно вашему проекту. Большое спасибо, что все это время были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok